Поселок Новосветловка неподалеку от Краснодона освободили от террористов украинские военные. Таким образом они перекрыли последнюю возможность для автосообщения между захваченным Луганском и другими подконтрольными боевикам территориями. За остальные населенные пункты бои продолжаются. Детали узнаем у Юлии Плесенко. Юлия, где сейчас самые горячие точки? Добрый вечер, Анна. Горячая точка сейчас это Луганск. Бои начались уже практически на окружной этого областного центра, в том числе в одном из сел Хрящеватая. Это находится буквально в километре от центра самого Луганска. Таким образом, в ходе этой ситуации украинская армия отрезала полностью Луганск от помощи боевиков. В том числе перекрыла путь на Изварина. Это приграниченное сильнение, откуда постоянно поступали боеприпасы и живая сила боевиков, в том числе с территории Российской Федерации. Наши десантники в взаимодействии с штормовыми загонами механизованных подразделей продолжают выполнять боевые задания, что до изоляции из-за сходной части города Луганск. Продолжается зачистка населенных пунктов Иловайск, Чернухино и Рассыпне. Активные действия продолжаются также и в Донецкой области. В том числе силы АТО сейчас подходят уже к таким городам, как Горловка и Накиево. Это совсем близко от самого Донецка. Террористы чувствуют, что кольцо сжимается. И так сегодня стало известно, что порядка 50 человек, а именно 46 человек, сдались добровольно в плен. По предварительной информации, это лица кавказской национальности, а конкретнее чеченцы-кадыровцы. Это обычная шайка грабителей. Нет, есть те, кому деваться уже некуда после Славянска, такие, ну разные люди. Но большинству понравилось машину, забрали. Остановили фуру, там пару ящиков копченых крылышек, там колбасы пару ящиков, в наглую забрали. Пусть вкладывают оружие, если они не убивали, никого не калечили. Я думаю, всем будет сохранена жизнь. Данное интервью это эксклюзивно дал один из задержанных батальоном Артемовск, боевиков. Правда, он не чеченец, он представитель, скажем так, мирного населения местного Донецкой области. Что касается такого населения, то вычислить сразу после освобождения городов, сколько человек принадлежит к той или иной группировке невозможно. Поэтому после зачистки каждого города проводятся многочисленные спецоперации, чтобы выявить бывших боевиков, бывших террористов, которые просто переоделись в Штатское. В том числе сегодня, вот мы побывали в городе Углегорске, его освободили буквально накануне. Невозможно сказать, отошли ли все боевики или также по старой схеме переоделись в Штатское и сейчас сидят просто по своим квартирам. Тем не менее, однозначно, что часть населения до сих пор настроена против украинской армии. Подробнее вы можете узнать об этом из нашего следующего сюжета. Украинская армия после двухдневного боя наконец-то зачистила Углегорск. Сегодня по центру города прошла военная техника. Не все местные жители приветствуют бойцов. Почему радоваться? Тут одни пенсионеры живут. И умерших уже сколько одних. Смотрят, что вы уберите его. А любовь наоборот волнуется о том, чтобы украинские солдаты не покинули город. Мы вышли, почему они едут назад? Нам это интересно. Что они там? Все нормально. Почему они назад вернулись? Их там не разбили, не разбомбили. Инакиева не захватили. Новостей горожане не знают. Нет интернета, не выходят газеты. Последние дни даже еду не привозят. Четвертый день их нет хлеба. Вот, ну, правда, сегодня позволили уже с Дебальца выехать. Возможно, с Дебальца будут возить хлеб. А так в основном мы получали Инакиева. А с Инакиева никто сюда не проедет. Правда, торговать Антонине негде. От магазина почти ничего не осталось. Рядом уже бывший штаб и укреппозиции боевиков. Отсюда они стреляли по украинским силовикам. А те отвечали. Поэтому жилые дома в окрестностях повреждены больше всего. В подвале сидели. Ну, слышно было бомбежка, все было, стрельба. Так она упала, стена. Ну, мы толком как. Было, что вроде утихло. Вышли смотреть. И стену оно и завалило. В соседнем квартале террористы обустроили еще одну огневую точку. Результат такого соседства – разрушенные дома и сгоревшие гаражи. Вот поставили этот автобус и начали стрелять у них. Они в обратку. Говорят, человек 150. Никто не знает. В лицо никого не знает здесь. Откуда хлопцы, я не знаю. Кто они были. Ну, дело в том, что здесь жилой этот район, и они здесь все засели. И как можно стрелять, если знают, что в обратку будут стрелять. Ну, это ж, ну идите вы туда, куда-то в поле. Но боевики располагали свои блокпосты вплотную к жилищам и подставляли их под обстрел. Так, на выезде из Углегорска уничтожено ни одно здание. Сколько жертв среди мирного населения, пока никто точно не знает. Из Донецкой области Юлия Плесенко, Владислав Смеленец. События. Канал Украина.